Кандидат в физико-математических наук, астрофизик, писатель, композитор, звучание небесных сфер. Часть вторая. Часть вторая. Да, значит, самое интересное, что я всегда говорю, что когда хороший доклад, надо делать интригу. Думаю, какая интрига сегодня? В прошлый раз у меня была интрига о том, что наш комитет по логеря науки, так называемый, который организован, он, значит, закрыл сейчас как науку астрологию, прямо официально и так далее. До этого были закрыты астракционные технологии, микролептонные и даже гомеопатии. Но все, что хотите, самое прорывное, все закрывается очень быстро. Думаю, какая здесь? И вдруг сегодня утром мне сообщают о том, что в Индии вышла книга, ну, конечно, я в курсе был до этого, и иначе я пишу, например, своим друзьям, сейчас вы, кто там захочет, тоже перешлю. Дорогие друзья, сегодня в Индии, в Калькутте, вышла книга выдающегося философа и ученого мирового уровня Синхарха Гандули с обширной информацией о моем музыкальном творчестве. Там не полная, книга большая достаточно, но очень большой кусочек, он 20 листов. И самое удивительное, и научном творчестве, и музыкальном, но, еще для меня самое удивительное, что он поставил на обложку мою картину, называется «200 прожитых жизней». В прошлой рассказе я играл эту композицию, то есть они настолько это почувствовали, скажем, совершенно принципиально, вы посмотрите, какая красивая. «200 прожитых жизней» такая вот мозаичная картина, это у него книга вышла. Он выдающийся человек, потому что он закончил и, скажем, и в Лондоне закончил, и в Калькутте закончил, везде всякие, скажем, все у него какие только можно выдающиеся. Я потом перешлю, кому нужно, мы сейчас переведем на это. Вот что он написал. Он написал так, что «Моя первая английская книга к Новому году только что вышла из печати». Она называется «Любовь – хорошее лекарство». Это сага об эликсире жизни. Это третий книг в моей серии. Мозаичный узор передней обложки книги был разработан звездным маэстро, доктором философии Леонидом Тимошенко, известным астрофизиком, пианистом, композитором, философом, художником, имя которого занесено Книгу рекордов Гиннесса. Доктор Тимошенко также написал в книге особую статью. То же самое сделал известный южноазиатский гинеколог и акушер, доктор Бури Кумрая и так далее. То есть, понимаете, это мировое признание, потому что эта сейчас книга идет по всему миру. И он очень много пересылал о моем творчестве. Он считает, что это настолько широко и настолько глубоко по охвату всех тем, потому что 200 часов в музыке – это очень много. 30 книг написано об исследованиях, тоже очень много. Да, действительно, скажем, там и научный подход, и, круговорит, и исторический, и фантастика, и прочее, прочее, прочее. И вот для меня, конечно, это было совершенно удивительно. Я сейчас хотел сыграть одну композицию, называть «О, сколько музыки у Бога». И вдруг мне приходит идея сыграть вам одну, маленький фрагмент из большого-большого произведения. Почему он написал книгу Гиннесса здесь, которая называется «Всемирная летопись». Это 21 час, это вся наша, буквально, скажем так, описательная музыкальная система от рождения и до последних, скажем, каких-то точек сейчас соприкосновения. И вот я там вдруг почувствовал, что у меня в Увертюре есть одна композиция, называется она «Земля». И вот в этой «Земле» есть фрагмент, как раз фрагмент о том, что действительно какие-то разные цивилизации, что-то они там делали. Да, это такая информация, с которой можно очень много чего понять. Но я маленький-маленький фрагментик вам сыграю, и вы посмотрите, что у вас возникает в связи с этим. Она похожа на индийскую музыку. Да, у меня есть композиция, которую я строил там, значит, на таких тоже ходах, но это не сама цель показать какую-то индийскую, там, китайскую и так далее. Есть и китайская музыка, но здесь совсем другое. Здесь объем настолько большой и настолько глубокий, что позволяет это творчество, как он оценил, что это чудо из России, это действительно чудесное явление, которое он сейчас человек с очень большим, ему 80 лет, с очень большим именем и очень большими, с огромными этим связями, он остраняет везде. Я хочу ему предложить сделать презентацию его книги по всему миру вместе с концертами, потому что это будет и его лицо, и возможность показать это творчество на все, на все, скажем, уже регионы, хотя я проехал всю Европу, и, скажем, и в Америке был, и везде, но все равно сейчас новый какой-то этап, и я понял, что действительно, слава Богу, для меня теперь какая-то мировая оценка, и появился тот человек, который смог это оценить с великим именем Сиддхарха. 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 мифа, соль, ну первые нотки, скажем, того, что мы знаем. Может быть. Но мы не знаем вообще сейчас никаких пониманий о том, что где находится Земля вот в этой всей системе. Если бы я прошлый раз говорил и рассказывал о миллиардной сфере, которую сделали, скажем, и прячут, и прячут где? Ватикане, в каких-то определенных там тоже заказниках, как вот сейчас говорили, что в Академию наук не попадет туда, очень сложно вообще попасть, как, кстати, Ватикан. Я в свое время был в Ватикане, когда я понял, что там все очень закрыто. То, что там показывают нам, это все очень такое, ну скажем так, первая ступенечка только. Остальное там все очень сильно закрыто, и библиотека. Об этом стал писать как фантастику я в своих книгах, но много чего там рассказывал. И вот и самое интересное, что вот эта миллиардная сфера, у нее в центре находится не Солнце. И если посмотреть, почему это закрывает астрологию, да потому что она говорит о том, что есть планета Солнце-Земля, Солнце-Луна, и это самые остальные там пять планет, да? А Земля находится в центре. Но есть очень много источников о том, что вообще-то говорят древние такие, скажем так, знания, они говорят о том, что в центре находится даже не Земля, а какое-то светило, пускай как хотите его называйте, но это не Солнце. Светило, которое как раз и управляет фактически всем этим процессом. И вот за это светило, я уже много раз здесь в 45-й, наверное, 46-й доклад, много говорил о том, что есть понятие логоса, есть понятие центральной части, скажем, в нашей Земле, какого-то кристалла, там, каких планов, каких тонких энергий, никто ничего не знает. И вот это все, понимаете, идет на каких-то вот сейчас спекулятивных вариантах. То есть блогеры пишут такое, что просто для того, чтобы каким-то образом заинтересовать в том, ну, понимаете, как, не то, что не научный подход, а запутанный, очень сильно запутанный. Я всегда говорил, что вот англо-саксонская наука, которая там, скажем, у нас непререкаемая совершенно, так называемая, все вот эти наши основы, она настолько запутала, что мы сейчас пришли к тому, что действительно, как только начинаешь говорить о волновых, о каких-то частотных характеристиках этого мира, то нужно еще обязательно сюда вставить атомно-молекулярные и так далее. А какие атомы, какие молекулы, что ищут сейчас, скажем, на этих коллайдерах, какую единицу они ищут, частичку, чего, бозон Хиггса, который опять делится на три части, кстати говоря, а дальше куда? А дальше нужно искать чего? Информационный. Я и говорю, что фактически информационный мир, которым мы пришли, и мы сами информационные существа. И вот самое удивительное, что первая, скажем бы, такая точка отсчета изучения информационно-волнового частотного мира идет через творчество, через музыку. Почему? Потому что тут частотные характеристики, они выставлены нам, и мы их не понимаем. Мы говорим, да, нам вот это творчество, например, оно интересно для развлекательного какой-то элемент. Нет, это наука. Об этом даже говорили, и договорили древние, что изучали все вот эти музыкальные ряды. Я просто раз говорю, что я сделал 12 знаков зодиака по книге «Выдающийся человек», который со мной тогда попросил это сделать. И мы действительно сделали 12 знаков зодиака по той системе, которая уже была пифагорийской. Он это не то, что доработал, а он это все поставил на хорошую такую платформу и пытался найти в равных странах. Не могут, никак не получается в сознании, как это включить. И когда я все это записал там за месяц, ему, и это стало работать очень серьезно. И вот здесь я понял, что это тоже большая наука, но она основана на какой науке? На науке частотных характеристик определенных, а это музыка. Поэтому сейчас музыка, я просто сказал, что у китайцев 40 миллионов людей обучается музыка. 40 миллионов обучаются музыке. Это из слов этого Мацуева, который там катается сейчас по всем городам. Он у нас единственный представитель музыкального мира сейчас везде. Понимаете, что это такое? То есть композиторов как таковых, их практически играющих композиторов, как будто я играю по три часа концертов, я играл по всем странам, 12 раз выступал только в Париже. Их нету. Вы поймите, есть электронные музыки, да, некоторые какие-то там потуги делаются, это все. Вот такого, знаете, живого звука. Где? Да, Иван Скрябин говорил там, Рахманинов, так далее, они были выдающиеся музыканты, но они были еще выдающиеся композиторы, и они исполнители были. Сейчас Мацуев играет везде, который ни одной композиции не сочинил, но его придвигают кто? Спиваков, Башмет, там и так далее. Это все одна и та же команда. Попробуйте туда внедриться. Я когда пришел в Союз композиторов, вот, когда пришел в Союз композиторов, я сказал, что у меня 200 альбомов, они говорят, не может быть, вы не к нам пришли. О, я говорю, а почему-то не может быть, чтобы вы могли сочинить 200 часов музыки. Я говорю, у меня сейчас больше их стало, этих часов и так далее. И когда я сказал, что у меня произведение 21 час, 7 лет, то, что мечтал Скрябин, что все это, да, это здесь получилось. Ну, какими силами? Думаете, что это, скажем, усилие одного Леонида, там, звездного маэстро? Нет. Это какие-то очень интересные сами по себе задачи ставятся, когда через человека дается очень большое количество тех решений, тех задач, которые не были до этого решены. Потому что я в одной композиции находил 28 этих композиторов. Понимаете, насколько это все? Ну, я ничего это не сочинял по каким-то композиторам. Я просто брал и играл. Сейчас, конечно же, есть совершенно, как бы, другие композиции, которые нигде не похожи, скажем, ни на каких других, скажем, композиторов прошлого. Но! Ну, попробуйте, например, сделать композицию. Вот у меня давным-давно было сделано она. Сон Махатмы. Оп! Даже мы свой сон не понимаем. Сон Махатмы. Махатмы. Попробуйте. А она появилась. Давайте. Сейчас. Нет, здесь она не получится. Не подгадет. Ну, потому что... Сна едут. Махатмы проснулся. Вот. Но! Я хочу другое сказать, что, значит, вот эти темы, они не здесь рождаются, поймите. Но это самое интересное о том, что это было, как бы, по живой этике. Да, и совершенно непонятное, как бы, вот, знаете, само произведение, да? И там есть, например, одна из частей, называется «Бесконечность». У меня тогда еще на этих кассеточках вдруг, значит, это самое... произошел какой-то дефект. Вот играет, раз, прекратилось, дефект, потом опять стал играть. Я что сделал? Ну, думаю, ну, я хитрый человек. Я его уже назову. Бесконечность один, бесконечность два. Ну, почему нет, да? Открывая опять живой рейтс, как написано «Бесконечность один, бесконечность два». Вот на этом, да. Вот на этом я хочу закончить. На тех интересных вещах, которые мы здесь поднимаем. Это очень важно, то, что сейчас Александр Белов дает возможность выступать людям совершенно, знаете, как бы характера беспределов вот эти, которые существуют. Беспредельщики. Беспредельщики, точно, настоящие. Беспредельщики. Вот, и это, и самое удивительное, что... А не именовать наши институты, то институты беспредельщики. Вот я предлагаю, что мы сейчас, скажем, действительно занимаемся тем, что мы просто раздвигаем вот эти все знания, познания и все эти рамки. Спасибо. Спасибо. Да, пожалуйста, хорошо. У меня ни вопроса, вот вы задали вопрос, где сейчас Земля? Да, да, да. Вот в книгах «Исход», которые мы изучаем, там описано, что Земля совершенно недавно находилась на дне космического Тора. И оттуда сейчас она поднята в цель космоса. И она сейчас является Солнцем. Почему? Потому что на ней воплощена сейчас свертая Троица. Вот. Все. Это очень мощная сама по себе теория. Но это, скажем так, это взгляд на данный момент, может быть, самопрогрессивный. Это очень хорошо. Потому что каждые сто лет меняются парадигмы. Через сто лет будет что-то другое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.